Всем привет, ребята, меня зовут Джон Доу, и мы продолжаем проходить Hellblade 2. В прошлой серии, как вы все прекрасно помните, мы столкнулись с каким-то невероятным злом, непонятным совершенно, да? И оно, похоже, будет преследовать нас дальше. Давайте узнаем, что это такое вообще. И что происходит-то? А тут дичи прям навалили на самом деле в этой части, трындец. Кто ты такой? Меня зовут Фаргримр. Я из соседнего поселения. Я пришел за помощью. Но Фрейслаук пал под натиском драубров. Там была настоящая бойня. Они взяли в плен и меня. За что тебя привязали к столбу? Что делали драубры? Они взывали к этой твари, приманивали ее громом и кровью. А я был живым подношением. Но почему? Зачем было ее звать? Она убила их. Похоже, они ей поклоняются. Что если она не вернется? Ее темное сердце словно взывает к ним. Да ведь старые боги покинули эти земли. Вот и приходится искать новых. Эта земля проклятая, Сенуа. Одна только смерть ждет нас здесь. Все умирают. Ты же знаешь, они обвинят в этом тебя. Как и все остальные. Как и мы. И что ты будешь делать? Что мы будем делать? Идти за ним. Вид очень красивый, да? Такой прям. Постарались, конечно, над визуалом, трындец. Мне нужно вернуться к своему народу. Если пойдешь со мной, я помогу тебе. Чем только смогу. Но должен предупредить. Тварь все еще снует неподалеку от моей деревни. Мы предоставим тебе убежище. Но обещать, что оно будет надежным, я не могу. Ты видел ее раньше? К несчастью, К несчастью каждого из нас. Она бродит по всей округе. И в этих краях, и близ моей деревни, в Красных Холмах. Если мы пойдем за ним, она найдет нас. Мы найдем ее. Возможно, ты сможешь одолеть ее, Сенуа. Судя по твоему говору, ты с Аркнистских островов. Как ты сюда попала? Среди рабов. Вон там связанный рабо-дороговец. Он привел тебя сюда. Хозяин. Быть может, он сумел сбежать? Мы не знаем его имени. Торгестер? Я не спрашивала его имя. Торгестер из Бургар-Вирки. Нам нужно туда. Он знает. Он знает. Ты знаешь, где это? Расскажешь, как туда добраться? Да, но зачем тебе идти туда? Они тебя убьют. Или еще чего хуже. Вперед. Смелее. Не бойся. Он поможет. Он укажет путь. Тебе не нужна помощь монстра. Как его звали? Торгестер. О, боги. Что за жуть? Драубры всегда отличались жестокостью. Но о таком и помыслить было невозможно. Мне казалось, что со временем мы смогли бы отбить свои земли. Он желал этого. Но не верил. Он утратил надежду. Но с каждым днем тема все гуще. О крови все больше. Смотри. Торгестер. Монстр. Все еще там. Все еще жив. Что ты будешь делать, Сенуа? Ты знаешь, что нужно сделать. Он нам больше не нужен. Что ты планируешь с ним делать? Он мне не нужен. Теперь ты можешь показать мне путь. Ну, если оставить его так, он умрет. Или Драубры его убьет. Или голод. Если бы его забрали Драубры, это было бы полностью заслужено. Помоги мне. Не жалей его. Он не заслуживает. Она не может. Что-то особенное. Она сумела увидеть. Не просто чудовище. Сумела увидеть. Луч света. Он зло. Нельзя иначе. Так глупо. Не слушает нас. Глупая. Она помогает ему. Монстру. Торгестер. Рана выглядит плохо. Прими мое гостеприимство, и я смогу ее подлатать. Этот путь не пройти в одиночку. Я пойду с тобой. Но это ничего не меняет. Не жди благодарности ни от меня, ни от моего отца. Разве я могу? Ты так и не рассказал мне, что это за тварь? Илтауга. Она великан. Они просыпаются с закатом солнца. Ну же, вперед. Проклятая земля. Но она больше не одна. Фарм Грир знает эти места. Многие пытались бороться с ними, но все потерпели неудачу. Они бессмертны. Боги, может, и могут их убить, но боги покинули эти земли. Днем великаны прячутся, а ночью выходят на охоту. Казалось бы, хотя бы днем можно перевести дух. Но помни, что ночи растут, а с началом зимы уходит солнце и остается лишь бесконечная ночь. Приходит конец веку людей. Здесь. Что это за место? Мое поселение. Боль. Я привел сюда людей, пообещал им новую жизнь. Спасение от страданий и безумия на другом берегу моря. И какое-то время мы жили счастливо. Но потом пробудился вулкан и наступила тьма. Стоит солнцу зайти, и Элтауга выходит на охоту. Она вытаптывает наши посевы, убивает остатки скота. Мы голодаем. Почему бы вам не уйти? Мы пытались. Но как бы далеко мы не убегали днем, ночью она снова тут, как тут. А с нами дети и старики, которым долгий путь не под силу. Мы оказались в ловушке. С каждой ночью нас остается все меньше. Он просит о помощи. Нет, не просит. Ты нужна им. Если они не дадут отпора, их ждет смерть. Там что-то такой столб дыма стоит, да? Серьезный. Че-то прям полыхает так знатно. О боги. Повсюду разруха. Где же все? Высоко на скалах. Там, куда Элтауга не сможет добраться. Тебе стоило присоединиться к нам, когда мы дали тебе выбор. На этом пути нет места части. Повтори это, старик, и я выпотрошу тебя, как рыбу. Торгестер, оглянись вокруг и подумай, кто твой истинный враг. О чем он? Кто их истинный враг? Великаны, вот их истинный враг. Нет чести. Он сказал, на пути поработителя нет места чести. Какой путь выбрал он? Здесь таятся секреты. Ей нужно узнать их. Она видит нить, опутывающую мир. Чувствует, как бьется его сердце. И знает, когда она готова выскочить из груди. теперь она чувствует это. По коже идет дрожь. Нечто обретает форму. Что-то грядет. И че? Типа идти дальше? Что это? Поднимается из-под земли. Он знает. Он тоже это чувствует. Чувствуешь? Она может? Она чувствует. Она несет с собой ярость. Почувствовала? Она возвращается. Приближается. Стой. Илтауга. Илтауга. Она уничтожила и будет уничтожать. Он знает. Она здесь. Тебе нужно бежать. Беги, беги. Она явилась. Бежим к холмам. Бежать отсюда. Беги к холмам. Беги, беги. Она не справится. Ты справишься. Она повсюду. Беги. Вперед, беги. Не остановить. Ее не остановить. Она расправится с тобой. Сено. Она выкрикивает наше имя. Твое имя. Она окунится на нас. Не останавливайся. Осторожно. Вперед, вперед. Осторожно. Беги. Пекло. Хель. Огонь повсюду. Хель. Огонь. Не дай нам сгореть. Не дай нам сгореть. Она повсюду. Беги. Мы уже близко. Прочь. Прочь. Нет. Быстрее. Двигайся. Почему она не двигается? Ты не можешь сдвинуться. Застыла. Застыла от страха. Глупая. Что ты делаешь, Сеноа? Взгляни на нее. На Илтаугу. Страх. Чувствуешь? Она тянется. Тянется к чему-то. Она идет за ним. Быстро. Спаси его. Быстро. Она повела себя отважно. Она глупая. Тихо. Она видит, что у тебя внутри. Мы чудовище. Она чудовище? Ты чудовище, Сеноа? Что же она такое? Теперь другое. В ее глазах что-то таится. Она похожа на нас. Похожа на нас. Она страдает. Страдает как мы. Мы не видим. Она тебя знает. Понимаешь же. Он помогает нам. Ты спасла его, помнишь? Да, сейчас он спасает тебя. Хватит думать, хватит. Прячься. Беги. Больше она тебя не пощадит вперед. Она возвращается. Сеноа. Есть разумы столь великие и столь могучие, что им под силу творить новые миры во сне. Создавать свой собственный хель. Но оставаться в этом кошмаре в одиночестве они не желают. Если разбудишь спящего, сгинет ли кошмар? Он спас нас. Он спас нас. Может он не чудовище? Он был чудовищем. Ты еще в опасности. Где мы? Пусть объяснит. Что происходит? Кто она? Извергся вулкан, и лава хлынула в долины. И рухнула стена, что отделяла наш мир от Йотунхейма. С востока явились великаны. Они убивали и пожрали всех, кому не удалось сбежать. Теперь мы вынуждены скрываться. И обороняться в надежде избежать смерти. А кто-то жертвует другими, ради собственного спасения. Жертвует другими? Что это значит? Сказать ей, Торгестер? Сказать ей, чем промышляет твой отец? Что нам еще остается, Фаргримр? Мы придумали, как защитить наших людей. Твои люди гибнут. Что они делают? Годи из Баргар-Вирки приносит в жертву великанам рабов. Рабов с твоих земель. Он отдает их на растерзание великанам, лишь бы те не трогали его народ. Больше этому не бывать. Ты не сможешь противостоять нам в одиночку. У тебя нет ни единого шанса. Он не видит, но видит способен. Его тьма несет зло. Мы можем объяснить ему. Он чудовище. Илтауга избрала тебя своей следующей жертвой из Тяноа. Попытаешься бежать с Красных Холмов, она выследит и убьет тебя. Тогда она умрет первой. Ее не убить. Это невозможно. Однажды я прикончила бога, Фаргримра. Справлюсь и с великаном. Нет, ничего не выйдет. Богов нельзя убить. Тебе не под силу. Зачем ты пришла сюда, Сенуа? Остановить работорговцев? И вот, ты ничего не можешь сделать. Тебе их не остановить. Великана тебе не убить. Ты не сможешь остановить их. Я смогу. Я убью великана. Великана тебе не убить. Они так тебе и сказали. Ты все видела. Какая уверенность. Ну а чего же? Я придумаю, как это сделать. Нет. Ничего не выйдет. Я всегда буду рядом. Чтобы ты помнила свое место. Чтобы не подумала лишнего. Свет, чтобы прогнать тьму. Нам нужно теперь, я так понимаю, сюда идти, да? И теперь я смогу пройти через эту стену. Да. От меня они так-то просто избавятся, дети. Тебе меня не победить. Разве не видишь, что я этого, полоумная? Выхода нет. Ты не можешь мне навредить. Меня так просто не запереть. То есть нужно найти путь, да? Нету нового пути, кроме моего. Ты потеряна и сломлена. Ты не можешь мне навредить. Либо ты подчинишься мне, либо умрешь. Тебе меня не остановить. Ты никогда не выберешься из этого кошмара. Тебя ослепляет твое безумие. Это твое проклятие. Ты не сможешь их спасти. Ты даже себя не можешь спасти. Ты даже себя не можешь спасти. Тебя ослепляет твое безумие. Ты не можешь спасти. Ты не можешь спасти. Ты не можешь спасти. Горящая плоть, льющаяся кровь, заполни небеса дымом. Факел. Без факела ничего не получится. Их агония, это наша свобода. Так, я понял. Они туда пошли. А как вообще, типа, узнать заранее? Типа, нужно там искать, где нет красного света, я так понимаю, да? Ты никогда не обретешь свободу и покой, если не будешь слушать меня. Ты не можешь мне навредить. Я несу свет. Свет меркнет, Сенуэ. Свет можно убить. Вечно одна лишь тьма. Она с тобой всегда. Выхода нет. Выход есть всегда. Нет. Ты поймешь. Тебя будет ждать удар, от которого не оправиться. Бездна, из которой не выбраться. Кошмар, после которого не проснуться. И я буду ждать. Тут без вариантов был. А, нет, я все-таки смог. Я затащил. Сделай все, что я говорю. А не то прогневаешь богов. Богов надо умилостивить. Иначе будут страдать все. Кровь и пламя. Задобрят богов. Смерть. Единственная оплата, которую они признают. Смерть. Я знаю правду, Сенуа. Тебе лишь нужно подчиниться мне. Позволь мне вести тебя. Направлять. Дать тебе сил. Стань моей дочерью вновь. Ты никогда не выберешься от этого кошмара. Ты не можешь мне навредить. Либо ты починишься мне, либо умрешь. Тебе меня не остановить. Пора сдаться, дитя. Покинь этот край. Нет. Я вижу все, что ты со мной сделал. Они запуганы, потеряны. Верят всему, что им говорят. Когда-то и я была такой. Жертвы. Жертвы. Кровь в обмен на ложь. Я говорю правду. Подожди. И чё? Чё-то я слегка потерялся. Типа, это граница какая-то, да? Ну, сюда нам, видишь, не пролезть никак. Куда идти? Вот. Можно сюда? Нельзя. Нужно развернуться и идти обратно. Надо, видимо, не туда и повернул. Не, серьёзно, чё делать? Подожди, может, там можно чё-то зажечь? Потому что я не думаю, что нужно возвращаться обратно. Я пытаюсь сконцентрироваться. А, вот смотри, чё-то может здесь зажечь? Вот здесь, смотри, раз. Жертвой мы должны искупить наши грехи. Такова воля богов. Твоя мать согрешила, но искупила вину своей жертвой. И народ процветал. До тех пор, пока не вернулась ты, и вновь не запятнала их грехом. Богов нельзя убить. Всё, что мы можем, это умилостивить их. Остановись. Утоли их жажду кровью и пламенем. Я вижу сквозь твою тьму. Вижу сквозь твою ложь. Я научу их видеть точно так же. Я не собираюсь умасливать твоих богов. Я их уничтожу. Ложь, Сенуэ. Ложь твоего отца. Помни о ней. Он пытался держать тебя во тьме. Во тьме. Сказав, что выхода нет. Что тобой повелевают боги. Но ты противилась. Ты была сильной. Быть может, теперь ты сможешь дать отпор. Она может дать отпор. Может. Может, путь к избавлению существует? Всегда есть путь к избавлению от тьмы. Тьма. К избавлению от великанши. Она отыщет путь. Она сильная. Ты сильная. Ей хватит силы. Тебе хватит силы убить богов. Она знает истину. Теперь она ее видит. Расскажи ему. Ты ошибаешься, Фармгрир. Великаны. Они не бессмертны. Могу ли я верить твоим словам? Но если кому-то это и под силу, то только тебе. Он знает, что мы специальны. Когда я спасла тебя, ты сказал, что ждал меня. Но мы раньше не встречались. Я знал, что кто-то придет. Кто-то не такой. Кто-то, кто смотрит на мир иначе. И видит не настоящее, а то, что может случиться. И это ты. Я знаю. Ты слышишь голоса, которые нам услышать не дано. Голоса вердиров и гандиров. Ты видишь сквозь завесу. Ведомо тебе это или нет, но ты, Сайдкона, провидица. О чем он говорит? Провидица? Ты знаешь, Сенуа? Ты знаешь, о чем речь? Ты знаешь, Илтауга. Где она укрывается от солнечного света? Она прячется от солнечного света внизу, под скалой. Она почти всегда там. Далеко не уходит. Ждет, когда мы дадим слабину. Но там во мраке, тебе ее не одолеть. Она живо с тобой расправится. И логово своего она не покинет, пока не наступит ночь. Сделай что-то. За этим тебя сюда и призвали, Сенуа. Они должны жить в страхе. Он знает. Слушай его. Доводилось ли тебя слышать о сокрытом народе? Сокрытый народ? Да. Это загадочное могущественное племя, обитающее вдали от людских поселений. Некогда они были сродни богам, а ныне вынуждены скрываться под землей. Даже великаны не смеют их тревожить. Должно быть, они знают, как победить великанов, раз те так их страшатся. Они помогут нам? Сложно сказать. Сердца у них исполнены ненавистью к людскому народу. Мы, люди, причинили им немало боли и страданий. И все же однажды мне довелось разделить с ними их горькую пищу. И они даровали мне то, что я давно искал. Они... Они захотят испытать тебя. Может, даже попытаются убить. Но если тебе удастся снискать их расположение, то они помогут тебе. Где их искать? Неподалеку стоит скала, что, по слухам, служит домом, скрытому народу. Вход скрыт от глаз, но, возможно, ты сможешь его отыскать. Ты это сделаешь, если они пожелают. Я отыщу его. Мы можем погибнуть там внизу. Нет. Мы можем погибнуть в попытках найти их. Они дадут нам тайное знание. Они опасны. Но они нам помогут. Мы их заставим. Заставим их. Они знают. Видят. Слышат. Это они нас сюда привели. Это из-за них мы сюда пришли. Они спасут всех от смерти. Они покажут тебе, как покончить с великанами. Они спасут тебя. Но берегись. Больше никаких жертв. Берегись, Сенуа. Пора положить этому конец. Типа мы так далеко уже зашли, потому что дым был вообще с другой стороны. Такое довольно большое пространство, конечно, мы преодолели. Но мне пока нравится. Слушайте, в плане постановки очень круто. То есть такое вот прям приключение. Она была избрана. Лишь она может спасти тех, кто потерял все, что имел. Она освободит всех тех, кто страдает от этого кошмара. Только она сможет спасти их. Но время истекает. С каждым заходом солнца, с каждым последним его лучом, кто-то еще умирает. И его глаза стеклянеют. И его глаза стеклянеют, а имя уносит ветер. И скоро солнце исчезнет навсегда. Вот, типа, знаешь, такое какое-то, как игровое кино воспринимается. Взгляни. Что-то новое. Что это? Здесь нужно что-то сделать. Что же? Фагримир сказал, что они скрытые. Сокрытые? Скрытый народ? Смотри. Тут никак. Может, нужно как-то вот сюда залезть? У меня такое ощущение. То, что единственный путь. Но она не может так высоко подниматься. То есть силенок не хватает. Ладно. Значит, как вариант, можно обойти вот там. Видимо, нужно что-то найти и положить на пьедестал, да? Чтобы открылся путь дальше. Там, там, где? Не просто камень. Нет. Особенный. Это подношение. Ты смотришь на все иначе? Любопытно. Мы оказались в пещере. Хотя нет, это то же самое место. Теперь просто все отзеркаливается. Найди другое подношение. Найди его. Мы их еще не слышим. Смотри, Сенова. Мертвецы. Тела, тела. Повсюду тела. А вдруг не справится? Она справится. Они слушают. Наблюдают. Ты смогла увидеть истинную суть. Ты справилась, Сенова. Но это еще не конец. Испытания не кончатся. Молодец, Сенова. Она достаточно сильна. Ты не умрешь. Как другие до тебя. Ты выживешь. Фаргримир знал. Видел. Видел, кто она на самом деле. Он знает о нас. Он тоже нас слышит. В нем нет ненависти к ней. К нам. Он не похож на других. Он принимает ее. Принимает нас. Он знает ее. Он не удивился. Они прячутся. Им нужно больше. Следующее испытание. Опять два шара нужно найти. Ну, там, скорее всего, слева один будет. Потому что я уже видел его. Но пока мы туда не поднимемся. Значит, нам нужно обходить с другой стороны. И сначала подойти вон к тому пьедесталу. Видите, да? Нет, подожди. Это делается не так. Может, я могу как-то вот здесь вот так вот подняться? Да. Вон. Она отыскала. Увиджа сокрытая. На что ты пойдешь, чтобы найти нас? Мы найдем тебя. Они сомневаются в нас? А мы в себе нет. Найди алтарь. Еще тела? Тела. Они пришли просить о помощи. А теперь мертвы. Подожди. Какая-то, видишь, загадка здесь не такая простая, как в прошлый раз. А теперь я не могу, видишь? Вот, изменилось. И теперь я могу спуститься. Ну, там еще есть такие же повороты, видишь? Типа можно исп... А, хотя... Хотя, может и нет. Есть еще один пьедестал, да? Она видит то, что скрыто. Она знает то, что скрыто. Правда? Да, без сомнений. Как доберешься до него? Все перевернуто. Должен быть путь наверх. Нет, не так все просто. Хорошо, тогда мы сейчас сделаем иначе. Здесь что-то изменилось. Но мы можем пройти вот таким образом, скорее всего, да? Фаргримр знал. Галена. Она знала. Знала тебя. Ты способна видеть сокрытое. Сомневаешься? Не сомневайся, Сенуа. Не надо. Не надо. Еще одно подношение. Возьми его и верни им. Пусть видят, что ты не похожа на других. Ты не отступаешь. Да. Она все ближе. Она на верном пути. Фаргримр мог быть прав. Про нее. Она это тот свет, к которому он знал, что выйдет. Прежде чем их впустят, она должна доказать, что это так. Докажи им. Докажи самой себе. Можешь показать им Сенуа? Покажи нам Сенуа. Игра, конечно, пипец красивая. Вот я сейчас смотрю, это реально первая игра, наверное, нового поколения. Которую по-настоящему можно назвать игрой нового поколения. Еще удивляюсь, что это первая игра на Unreal Engine 5, которая не тормозит. Ты еще слышишь их? Не упускай нить. Сокрытую нить. Что это такое? Знак. Ты на верном пути. Да. Да, она по-прежнему услышит их. Слышит. Мы можем идти за ними. Ты должна идти за ними. Что-то я чую, уже много пропустил таких столбов. Просто я даже не знаю, где их можно было найти. Гретер добрался до фермы, где горел костер. Вокруг было тихо. Когда он нашел обитателя, его плач совсем замерз. А сам Гретер походил на огромного тролля. Испуганные фермеры бросились на него, схватив первое, что попалось под руку. Галящее поление из костра. Гретер отбился от них и добыл огонь. Но от пылающих бревен разлетелись искры, и дом охватило пламя. В живых не осталось никого. Ага, то есть там целая история. Это, конечно, круто, но жалко, что, типа, это все. Типа, я много где-то пропустил, по всей видимости, просто там вроде не было нигде поворотов. Может, я был, конечно, недостаточно внимательным, к сожалению. Ну, может, потом сделаю в последней серии, пробегу игру еще раз и все, найду, покажу вам, да? Если, опять же, ну, будет время. Не обещаю. Оттуда. Голос идет оттуда. Озеро. Словно зеркало. Ты видишь в нем отражение. Сокрытый мир. Перевернутый вверх ногами. Это знак. Просто прелесть, какая гляньте на эту красоту. Невероятно. Ты ли та, кого мы ищем? Они сомневаются в тебе. Ты та самая, Сенуа? Должно быть той самой. Озеро и здесь тоже. Взгляни на воду. Не такая она. Темная, глубокая. Озеро пытается владеть нами. Ты нам не нужна. Ты нам не нужна. Что ты ищешь? Что ты ищешь? Ты знала, что будет непросто. Мне страшно. Мне здесь не нравится. Ты их подведешь. Подожди. Мы видим тьму в тебе. Здесь она не поднимется. Да, ты слишком высоко. Поэтому нужно что-то другое здесь проворачивать. А ты не видишь. Интересно. Закрутили. Подожди. Но там что-то еще есть. Пошли тогда с той стороны посмотрим. Но здесь это не делается. Смотри. Вот здесь что-то есть. Как-то оттуда, да? Сейчас, постой. Наверное, нужно встать вот сюда, и тогда я смогу пройти. Мы убьем тебя. Как других. Драугры, драугры. Прямо как других. Тоже ищут скрытый народ. Плохо. Что им здесь надо? Они убьют тебя. Убьют, если найдут тебя. Я не хочу умирать. Я не хочу умирать. Тебе не увидеть истины. Мы убьем тебя, как и других. Лезут и лезут. Плохо. Плохо. А-а-а! 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 Хорошо было, красиво! Здесь опасно! Они говорят тебе, показывают, что здесь опасно, опасно! Ты уверена, что пойдёшь дальше? Справишься? Она не готова! По силам ли тебе? Или тебя ждёт погибель? Подожди! Ну хорошо, эта штука здесь появилась, это... Что это мне даёт просто? Видимо, нужно вернуться, и что-то произойдёт, да? Или нужно как-то там провернуть всё это добро, смотрите! Вот опять сюда вот встать, и потом что-то случится, да? Вот так! И что? Ну здесь опять же этот камень, почему он не исчез? Типа что-то я не пойму, как это работает, если честно. Слегка я запутался. Сейчас посмотрим ещё раз, сделаем тогда вот так, да? Тела теперь наверху, обратите ваше внимание. Ага, то есть вот так мы теперь не пройдём в ту сторону. И вода вон там теперь тоже наверху. Хорошо. Чё-то вообще ничего не понятно, запутался я слегка. Сейчас пока подожди-ка. А вот здесь точно ничего сделать больше нельзя? Ну это типа мод прохода как раз таки в ту сторону. Сейчас давай мы сделаем вот так тогда сразу. Вот, эту штуку мы собрали всё, но у нас проблема заключается в том, что мы что-то не можем сделать с тем проходом. Как это провернуть? Сейчас нужно ещё раз. Всё хорошо. Хорошо. Вот. Всё, проход открыт. Да, теперь я могу пройти. Просто что-то я переусердствовал в прошлый раз. Только вопрос, смогу ли я пройти. Вот здесь нужно, смотри, что сделать. Тут прохода просто не будет. Поэтому делаем вот так. Вот, теперь мы можем пройти. Ну это уже было посложнее, да. Ну не прям там супер какая-то сложная задачка, но всё равно пришлось немного побегать. Ну и придётся спускаться точно так же, как мы и пришли. Это вроде была последняя сфера. Ты та, кого мы ищем. Найди нас. Вау. Капец, ну визуально это просто что-то с чем-то. Она была избрана. Фаргрим увидел это. Ту её часть, которую она скрывает, подавляет, окутывает молчанием. Фаргрим увидел и её, как бы она ни пыталась скрыть её от мира. И теперь та часть, что так долго её пугала, с которой она всеми силами боролась, привела её сюда. Она избранная. Особенная. Но справится ли она? Чего они у неё попросят? Сможет ли она выполнить просьбу? В общем, давайте на такой ноте и закончим. Это невероятно красиво. Вот я смотрю и получаю удовольствие. Да, я не знаю, может кому-то это кажется, что это типа скучновато и так далее. Но вот знаете, я играю по 45 минут, по 50 в день как бы, да? И я вообще не устаю. То есть у меня нет такого ощущения, что типа вот прям игра надоедает и так далее. Если прям её рашить, наверное, да? И не погружаться во всё это, то, наверное, да, это будет безумно скучно. Потому что геймплей тут максимально примитивный. Но меня поражают технологии. Я вот прям сижу, смотрю, как это классно сделано. И вот это реально игра нового поколения. Действительно, не обманули. Это вот первая, первая игра за всё время, которую можно назвать игрой нового поколения именно с точки зрения технологии и визуала. Это просто круто. Вот Unreal Engine 5 может вот такое, что самое интересное, видите? Но далеко не каждый способен это сделать. Ну типа ещё и оптимизировать всё это добро. Короче, на сегодня всё. Мне пока всё очень нравится. И мне ещё радует, что она в принципе не... Ну типа не очень длинная, потому что... Ну типа уже длинные игры достали. Поэтому такое небольшое приключение меня безумно радует. Ладно. Не забывайте тыкать пальчики вверх, комментировать, подписываться на канал, на телегу. Подписывайтесь, там новости канала. Подписывайтесь на Twitch, там трансляции на второй канал. Там записи трансляции выкладываются. Если вы их пропустили, и не забывайте поддерживать канал рублём. Это помогает ему развиваться. И позволяет оставаться на плаву. Ссылки в описании. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок